всех приветствую добро пожаловать на программу где мы можем углубляться в слово божье смотреть в книгу откровения наблюдать что происходит сегодня в мире и замечать как мы ближе и ближе движемся к событиям которые подробно написаны в книге откровения не все события мы можем интерпретировать видеть как они происходят но многое уже мы видим что сбывается а значит мы очень близко находимся к тому времени когда иисус христос заберет свою невесту церковь иисуса христа которого любит ждет и близко находится вместе с ним если у вас есть библии пожалуйста откройте последнюю книгу библии книга откровения это пророчество откровения дана ученику иисуса христа и она когда он был на острове патмос и мы вместе с вами смотрим на главу 18 я думаю что прошлая программа какой-то степени произвела у вас какие-то вопросы послужила вам благословением и я надеюсь что вы будете дальше друзья продолжать искать смотреть углубляться в слово божье потому что никто из нас не может сказать что мы в совершенстве понимаем и знаем библию и можем ее толковать каждый из нас размышляет изучает исследует и питается этой библией как пищей соответственно тому духовному познанию и возрасту которым мы находимся поэтому пусть вас бог благословит мы с вами остановились на интересном моменте 16 стихе девятнадцатой главы откровения и сегодня мы посмотрим 17 по 21 стих мы не пойдем дальше а мы только дойдем до 21 и потом продолжим немножко а потом мы с вами возвратимся назад и посмотрим что же будет происходить на земле помните некоторое время назад я говорил о том что с 12 главы откровения до 18 там написано все то что будет происходить на земле и мы с вами пройдем и просто посмотрим какой здесь будет происходить ужас здесь на земле вот на которой мы живем это не какая-то другая планета вот тут будет происходить страшно почему потому что сатана сойдет сюда сильной ярости зная что немного ему осталось быть он знает с того момента когда он будет сброшен с того места где он сейчас находится ему надлежит быть на земле семь лет пока на небе будет церковь и там будет брак агнца и так мы будем смотреть 17 по 21 стих хотел возвратиться назад прошлый в прошлую программу и сказать такую интересную деталь которую я упустил иисус христос идет навстречу для того чтобы победить сатану дракона и победить чудовище морское которое является лжепророк и обратите внимание мы с вами читали но как-то выпустили это из виду очень важная деталь он идет с именем он идет с одеждой которая окровавленная или омытая кровью и он идет припоясан поясом вот такие три вещи начнем с последней пояс пояс припоясан и золотой означает истину в библии истина слово божье когда-то пилат спросил что есть истина слово божье слово божье его имя и его одежда то есть праведность его как бы праведность его обогренная кровью его кровью пролитой сегодня мы все христиане все верующие люди мы каждый день встречаем атаки со стороны бесовских подразделений каждый день и здесь вот в этих стихах бог через свое слово дал нам секрет каким образом мы можем побеждать и выходить на войну и побеждать не просто выходить а побеждать и он нам показал каждый день мы встречаем это может быть депрессия там может быть какое-то нападение духовное это может быть какие-то сны это может быть еще что то что нас может атаковать это какие-то побуждения греховные. Все то, что нас атакует, мы побеждаем именем Иисуса Христа, Слово Божье. Мы побеждаем через истину при поясании истиной, и мы побеждаем одежда наша, обогренная или покрыта наша праведность, потому что праведность наша, это как бы и есть одежда наша. И вот наша одежда, она обогренная кровью Иисуса Христа. Вот такая интересная деталь для размышления, пожалуйста, можете о ней подумать. Итак, читаем с 17 стиха до 21. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба. Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его, то есть Иисусом Христом и его церковью, невестой. И схвачен был зверь, антихрист, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил, принявших начертания зверя, поклоняющихся его изображению, оба живые, брошены в озеро огненное, горящие серою. А прочие, то есть все народы, все военные подразделения, все блоки убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами. Итак, как мы говорили в прошлый раз, церковь Иисуса Христа, невеста, жена Иисуса Христа, она не будет с мечами убивать, она не будет что-то делать, она будет идти. Я думаю, что там может быть пение будет, прославление Бога, возвеличивание Бога Отца. Иисус Христос своим явлением, пришествием своим и словом уст уничтожит. И этот зверь, антихрист, лжепорок, они станут бессильные, такие, как и все остальные люди. А все остальные будут молниеносно уничтожены. Там будут тела, потому что птицы напитаются. То есть это будет такое зрелище, если бы это увидеть где-то на картине, на произведении фильмов или какого-то... Это событие, которое даже трудно представить, что в одну секунду, в одно мгновение все падают мертвые, и эти все птицы, прилетевшие со всех уголков мира, которые питаются трупами, этими телами. Здесь несколько есть деталей, на которые я хотел остановиться. Сегодня в этой программе мы не пойдем в 20 главу. Там 20 глава – это целая интересная тема, что будет происходить с сатаной. И я хочу на эту тему уделить целую программу. Это очень интересная мысль, интересная тема. Но это мы поговорим в следующий раз. А сегодня я хочу затронуть больше 20 стих. Давайте посмотрим на него еще. «Схвачен был зверь и лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми чудеса, которыми он обольстил, принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению». Зверь и лжепророк будут иметь очень важную миссию со стороны сатаны. Очень важная. Их задача будет. Лжепророк будет чудесами и знамениями оперировать, а зверь будет оперировать силой политики, влияния и могуществом, которое сатана ему даст на короткое время. И это могущество будет распространяться на людей, которые примут начертания зверя. Это очень важная мысль. Я хочу, чтобы вы возвратились назад и посмотрели в 13 главе и в 14 главе немного написано о том, что произойдет с людьми, которые под давлением зверя и лжепророка согласятся принять начертания на свое тело. Давайте я читаю, а вы внимательно следите за своим текстом. «И дано было» — это 13 глава, 15 стиха. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Будет создан робот. Этот робот будет управляться AI, artificial intelligence. Он будет управлять, он будет думать, он будет говорить, он будет принимать решения. Это будет образ зверя. Этот artificial intelligence робот, он будет полностью руководим и управляем драконом, сатаной полностью. И зверь, антихрист, он использует его как образ или как место поклонения людей. Он будет приводить людей, заставлять людей экономически, политически, и геополитически, чтобы люди приходили, поклонялись. И там этот робот, этот intelligent существо, оно будет иметь давление на все человечество. Нет разницы, с какой народности человек, на каком языке. Для этого artificial intelligence будут открыты абсолютно все языки и всех народностей, и все правила. Но все будет передано именно в его авторитет. Антихрист будет, или зверь, будет как политическое лицо, которое будет собирать все народы, объединять, восстанавливать по своему систему экономики, что мы с вами дальше посмотрим, каким образом он будет строить это. А задача лжепророка подтверждать будет всех религиозных людей, которые не взяты в восхищение церкви. Вы знаете, будет очень много религий, которые увидят себя оставленными, и они будут terrified, просто ужасно в таком состоянии, не будут знать, что делать. И как раз вот для тех групп, для тех религиозных групп, то, что будет делать лжепророк, будет как раз им нужно. Оно будет успокаивать их совесть. Он будет говорить, ну-ну-ну, я с вами. Это те люди, которые исчезли, это их украли инопланетяне. Прилетели на своих летающих тарелках и их унесли. Придет время, мы узнаем точно, мы будем восстанавливать. А вот я с вами, вот они же себя провозгласят мессией. Антихрист себя провозгласит мессией, лжепророк провозгласит себя как Иоанном Крестителем, как предчечию мессии. То есть это все будет настолько скомбинировано. И вот именно технологический прогресс, цифровое управление, artificial intelligence и роботизация, это все будет являться связано именно этой частью. И смотрите, каким образом Антихрист будет политически подводить все народы для того, чтобы они поклонились и приняли его подданство. И почему в глазах Бога является это очень серьезно. Мы сейчас посмотрим. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его шестьсот шестьдесят шесть. Он сделает так, что никто сможет ни продавать, ни покупать, ни делать никакие транзакции бизнесские. Невозможно будет работать и получать зарплату. Абсолютно. Будет убрана система денег. Все будет электронно. Это будут диджитал деньги. И если что, человек не принимает это начертание, не хочет, понимает, он все-таки, люди будут, некоторые, которые слышали Евангелие Иисуса Христа, слышали проповедников, читали сами Библию, а многие начнут понимать, что но-но-но-но, это было уже предсказано, мы не будем это брать. Он будет убивать этих людей. Это не просто как вот было, помните, год-два назад, когда людей заставляли принять эту жидкость. Каким образом? Я верю, что это не является, вот эта жидкость, она не является еще этим начертанием. Это абсолютно нет. Но это уже один или два шага в сторону принятия начертания. Почему? Потому что никогда еще в истории человечества не было создано такое давление сильное для того, чтобы люди приняли. Людям говорили, ты не примешь эту жидкость? Нет, да, значит, ты уходишь с работы. Через всякую мидию, лже, лже-мидию, лжецов этих, которые на телевизионных каналах, демонаи сделали всех людей, которые не хотели принять. Со всех сторон было такое давление сильное, что многие согласились принять эту жидкость. В уме понимаешь, что это что-то такое подозрительное, но согласились из-за давления. Почему? Они должны бросить работы, а им нужно платить за дом, за машины, за кушание. Вот это давление создало. Так это только работа. Это бросить работу, это уйти от работы. И сейчас мы видим, сколько много комплекейшенов, последствий. Люди болеют, депрессия, люди переносят страшные сайд-эффекты, которые идут от этой гадости, которые ввели в свое тело, ввели недобровольно, ввели под давлением. То представьте себе, что будет здесь. Здесь написано, что невозможно делать будет никакой транзакшн, никакие сделки, ни бизнески, ни работ, невозможно. И только те люди, которые скажут, что бы то ни было со мной, я согласен умереть, но я это не возьму. И эти люди будут убиты. Мы с вами посмотрим, где четко написано, что да, каждый человек будет убит, который не согласится принять начертание зверя. Это начертание зверя или на правую руку или на лоб будет введено, которое пойдет в организм, в кровь, ее невозможно убрать, ее невозможно профильтрировать. Если, допустим, я читаю и смотрю некоторые переживания людей, которые приняли вот эту жидкость, год-два назад было три, и они поняли, что они сделали ошибку, и пошли в посты, пошли в дайет, голодание, там специальная еда, и многие освободились, оно вышло, вышло с их организма, то здесь это серьезная вещь, это очень серьезно. Здесь написано, что человеку подойдут и скажут, или ты принимаешь, или ты теряешь жизнь свою, у тебя нету другого варианта, ты не можешь куда-то убежать, ты не можешь в лесу просидеть в яме какое-то время, может быть есть какие-то люди, которые смогут вырыть себе какие-то бункеры и пробыть это время, но основная масса людей, которая будет, или она должна будет принять, или умереть. Но почему Библия говорит, что это настолько серьезно? Давайте посмотрим 14 главе в 9 и 10 стихе, и мы посмотрим, почему это так серьезно. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей. Вино цельное, приготовленное в чаши гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед агнцем. Оказывается, это жидкость, которую ведут. Я помню, когда еще был молодой, в маленький возраст, я слышал разных проповедников, которые говорили по-разному, что это будут отметки, знаете, коды, когда покупаешь продукты, этот, я даже забыл по-русски, как он называется, что это будут какие-то 666 написано, как наколки делают 666. На самом деле, это будет жидкость, которая будет введена, и она войдет в организм, но человек не просто примет эту жидкость как лечебную для себя, а это будет жидкость подданства сатаны. Человек добровольно примет подданство его и присоединит свою душу, себя к его служению, к его армии в будущем, к его стороне, то есть он добровольно или под принуждением станет на его сторону. Ему просто не будет куда деваться этому человеку. Но что-то будет происходить. Как только человек примет и она войдет его в организм, во-первых, человек будет полностью контролируем, его разум будет контролирован. С помощью компьютера Artificial Intelligent Антихрист будет контролировать полностью решения, планы, действия. Если мы, помните, в прошлой программе говорили у Риме Тумим, Бог даст возможность церкви принять само решение и воля каждого из членов этой невесты, жены Агнца добровольно пойдет на землю вместе с Иисусом, то здесь не будет такого. Как только человек принимает эту жидкость, он принимает подданство, он принимает, он входит в эту зависимость и через эту зависимость он получает демоническую зависимость. Демоны, бесы будут входить людей вместе с этой жидкостью. Во-первых, мы с вами потом почитаем, что с ними будет происходить. У них начнут появляться раны, язвы, эти раны будут их мучить, язвы будут мучить. И самое сильное или самое ужасное, что будет, зверь или антихрист сделает таким образом, что люди не смогут умереть. Здесь в откровении написано, что они будут искать смерти, но смерть убежит от них. Человек не сможет будет подходить, слушай, убей меня, стреляй меня. В человека стреляют, а он не умирает. В человека что-то делают, нету, смерть убежит. Это будет страшно, ужасно. И мучение, и боль такая будет страшная, такая ужасная, что будет вой стоять, вой на земле. Это страшное будет, что здесь происходить. Но никто не сможет убрать из своего организма это потому, что это больше, чем то, что дали людям год-два назад. Это войдет в их систему, в их душу и их дух. Это относится к подданству, духовному подданству. И смотрите, что Библия говорит. Кто поклоняется зверю, образа его принимает, начертая на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино целое, приготовлено чашей гнева его. То есть начнут происходить такие язвы, боли, такие страдания у людей, которых мало то, что они продали свою душу и стали на сторону сатаны, зверя, и отдали свою жизнь этому дракону, они уже не принадлежат себе. У них нету возможности к покаянию. Здесь Библия говорит, что это категория людей, которая не сможет покаяться, просто не сможет сказать, встать на колени Господь, прости меня, что я наделал, убери с моего. Невозможно. Если сегодня вот эту жидкость, которую влили, можно как-то убрать, через какие-то процедуры есть, вот на интернете можно найти, как его убрать с организма, то то, что будет введено, невозможно убрать, потому что это духовное посвящение дракону, зверю и чудовище морскому. Это посвящение. Почему? Потому что впереди битва предстает, и для дракона нужны посвященные люди, не те, которые передумают. И поэтому вот этот момент очень важный для людей, которые не будут взяты во взятие церкви. На момент взятия церкви они будут ослабевшие духовно. Нету желания молиться, нету желания размышлять о Боге, нету желания быть близко к Нему, искать Его присутствие, абсолютно холодное состояние. И тут взятие церкви исчезают миллионы людей, нету, они находятся на небе. Я хочу сказать абсолютно всем сегодня, прямо в эту камеру, не дай Бог, если кто-то останется и не будет взят во взятие церкви, что бы ни было, да, вы будете убиены, да, может быть, тут же на месте власть и все подкупленные, которые будут управлять в каждой стране, в каждом городе, они сделают суд над вами, и это может быть, суд, может быть, будут какие-то лагеря, где будут перевоспитывать людей, изменять насильно, но человек, невозможно человеку ввести эту жидкость насильственно, скажем, усыпить ее, а потом ввести, она не будет работать, он должен принять под давлением добровольно, он должен принять добровольно, если человек принимает добровольно, он посвящает свою жизнь, свою душу, свой дух в подданство и авторитет служения дракону. Я хочу сейчас всем сказать в камеру, вы себе не представляете, как близко мы находимся к этому времени, вот это приготовление, вот это собирание стран, о которых я говорил много программ назад, мы на глазах видим, вы знаете, когда я говорил, я еще этого не знал, за диджитал деньги, многие другие, я говорил по вдохновению от Духа Святого, сейчас я вижу, это сбывается, вы знаете, что мы находимся уже настолько близко к взятию церкви, и вполне возможно, что взятие церкви будет во время ядерной катастрофы между странами, и поэтому в Библии написано, что мы будем взяты к нему на облаке, мы будем взяты на облаке, но я хочу вам сказать, кто может дать гарантию, что у вас будет время покаяться и наладить свои отношения с Иисусом Христом, с Богом, если вы живете в греховной жизни, и вы знаете, что вы живете в греховной жизни, в нераскаянном положении, у вас нету желания молиться, общаться с Богом, прославлять Его, читать Библию, вы находитесь в греховной жизни. Скажите, ответьте сами себе, даст ли вам Бог одну секунду для того, чтобы покаяться? Или во время катастрофы ядерной, которая будет между этими блоками, между странами, а не вдруг в одну секунду это будет, даст ли вам Бог возможность покаяться? или вы уйдете в нераскаянном состоянии туда, куда вы не хотели бы пойти, и в то место, где вы никогда не желали быть, и не хотели бы, чтобы ваши дети, или ваши родители были бы там, или ваши близкие. А если кто останется в мучениях, под радиацией, под всем тем переживанием, скажите мне, хорошо ли это будет находиться в этом здоровье, в этом состоянии под властью дракона, зверя и уже пророка. Не лучше ли сегодня приблизиться к Богу, искать Его в своем сердце, любить Его, стремиться к Нему, говорить с Ним, чтобы избежать, как Библия говорит, всех-всех будущих бедствий. Все то, что должно произойти, мы можем избежать. И все, что нам нужно, нам нужно иметь внутри, в своем сердце, в своем духе, близкое общение с Богом, знать, что Иисус Христос живой, Он живой вот тут, в сердце моем, в духе моем, Он живой. Я Его чувствую, я с Ним говорю, я с Ним общаюсь. И мы избежим. Если нет, если мы проигнорируем, я вас умоляю ради Иисуса Христа. Я вас умоляю ради жертвы Иисуса Христа. Если кто-то останется на все это время, ни в коем разе не берите эту заразу. Согласитесь на смерть, лучше на смерть, лучше умереть, но быть с Богом, быть оправданным. Да, может, вы не войдете в число церкви в тот момент, потому что церковь будет сходить с неба после брака, но вы будете оправданы Богом, потому что вы отстояли в своем сердце истину Слова Божьего, и вы добровольно не согласились взять подданство дракона и подойти под власть зверя и лжепророка. Пусть Бог поможет. Это может быть тяжелая мысль, тяжелая тема, но пусть Бог поможет каждому из вас задуматься над этим. Вот просто останьтесь один на один, один на один, без людей, сами и подумайте если взятие церкви будет сегодня, сегодня буду я взятым. Подумайте за своих детей, за своих мужей, жен, за своих родственников, просто подумайте. Но когда-то Бог сказал Лоту и жене и дочерям спасай свою душу. Наше спасение в пролитой крови и жертве Иисуса Христа. Если вы оправданы им, любите его, общайтесь с ним и Дух Святой свидетельствует вашему Духу, что вы Дитя Божье, то вы будете взяты. Вы будете взяты. И вы не увидите это страшное, что будет происходить здесь на земле. Увидимся в следующий раз.